Приветствую дорогие друзья! Сегодня посетил выставку автобусов, которая сейчас проходит в Крокус Экспо. Заснял там новый турбодизельный двигатель для Газели и восьмиместный минивэн Лада Гранта. Но сейчас не об этом. Хочу показать вам довольно интересный внедорожный автобус КАМАЗ. Большой дорожный просвет и полный привод. Мощный двигатель и коробка-автомат. Просторный салон, мощные кондиционеры и отопитель. Централизованная подкачка шин. Мало того, автобус имеет лебедку с тяговым усилием 8 тонн. Несмотря на брутальный внешний вид, внутри весьма комфортно. Удалось поговорить с представителем КАМАЗа. Вот что он рассказал о новом автобусе для бездорожья. Здравствуйте! Меня зовут Салават. Я конструктор компании ПАО КАМАЗ. И сейчас я вам представлю автобус 62-50. Сейчас вам представлен опытный образец КАМАЗа 62-50. Это у нас вариант СПГ. Северного исполнения. Вахтовик. Запас хода у него 750 километров. Здесь газовый двигатель ВИЧА, коробка Fast Gear. Объем бака 350 литров. У нас есть исполнение КПГ и дизельное. У КПГ 6 баллонов. Запас хода 450 километров. И также возможен вариант с 10 баллонами. Это уже 600 километров запас хода. У газового двигателя ВИЧА мощность 290 лошадиных сил. Максимальная скорость 105. Также есть дизельное исполнение. Двигатель КАММЕНС. Коробка тоже Fast Gear. У него запас хода у дизельного автомобиля 800 километров. Мощность двигателя 300 лошадиных сил. И объем бака 350 литров. Если зайдем в салон, то вы увидите 32 пассажирских места. Также возможен вариант с 22 пассажирскими местами. 10 мест убираются для багажа. Кабина водителя от К5 КАМАЗа. Да, у нас кабина общая. Также здесь присутствует кондиционер 30 киловатт. И автономная печка. Газовая автономная печка тоже 30 киловатт. Рама у нас обычная базовая. Это шасси. Спереди у нас стоят рессоры. Сзади пневмоподвеска от компании Растар. Тормоза нам поставляет тормозной узел. Это компания Растар. Мосты наши. Коробка получается Fast Gear. Это китайцы нам поставляют. И двигатель уже Вичай. Вичай тоже китайцы нам поставляют. Это газовое исполнение Вичай. Если рассматривать дизельное исполнение. Двигатель нам поставляет Каменс. В 2023 году таких экземпляров мы сделаем 10. В 2024 это уже будет серия. Планируется где-то 500 штук в год. Вот подкачка у него есть. ДЗК рядом. Вот сзади. Вот эти все отсеки у нас в основном под зип. Если рассматривать, чтобы были в нем багажные отсеки. Это вот я вам как говорил. Это 22 места остается пассажирских. И внутри делаются багажные отсеки. 10 мест убираем. Чуть не забыл. Вы, наверное, будете спрашивать, сколько такое чудо может стоить. Ответ на этот вопрос мне дали примерно следующий. Автобус стоит около 20 миллионов рублей. Получается неплохая такая финансовая поддержка для отечественного автопроизводителя, который сейчас находится под всеми возможными санкциями. Кстати, тут на выставке уже подходили люди и спрашивали, как этот автобус переделать в автодом для путешествий. Как говорится, у богатых свои причуды. Ну что, мои дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно. До новых встреч на просторах интернета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok